Субтитры подогнал «Симон» Поздним вечером 16 августа вблизи кафе «Эшхан» по улице Тругенева полицейские остановили автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель. Молодой парень весьма негативно воспринял новость о том, что он нетрезвый, и до последнего отказывался соглашаться с результатами медицинской экспертизы. Также он на повышенных тонах пытался отстоять за собой право управления транспортным средством. Мужчина был в алкогольном опьянении, поэтому его повезли на экспертизу в лабораторию по улице Прохорова. Экспертиза подтвердила наше предположение. Однако нарушитель был не согласен с результатами экспертизы, и мы доставили его во вторую лабораторию по Габдалина. Но перед этим поместили его ауди на штрафстоянку. После прохождения второй экспертизы парень наконец признал, что в его крови имелась доза алкоголя. Однако она появилась после употребления кефира, но никак не спиртного. Правда ли, говорит, нарушитель будет решать суд. А пока парню предстоит провести 15 суток в КПЗ. Также ему грозит лишение водительских прав на 7 лет. Однако не только водители грешат нарушениями ПДД. Данный молодой пешеход посреди ночи решился на переход дороги в неположенном месте через шестиполосный проспект Абылка Ирхана. В итоге его ожидал штраф в размере двух МРП. С начала года в зарегистрированном городе Ахтубе 170 ДТП, с участием из них пешеходов 74 ДТП, с участием детей 31 ДТП. Согласно этому повышению транспортной дисциплины среди водителей, с полицией проводится акция на дорогах. Один из профилактик недопущения ДТП. В настоящее время сотрудниками полиции города Ахтубе несколько были проведены акции. Это безопасная дорога, автобус, правопорядок, внимание пешеход, пешеход и пассажир. Как отмечают полицейские, зачастую водители пренебрегают элементарными правилами дорожного движения. Анализ показал, чаще всего водители нарушают требования пользования ремнем безопасности. С начала года выявлено почти 6000 таких фактов. Неоправданная самоуверенность, которая заставляет водителей игнорировать ременные устройства, может привести к тяжким последствиям в случае аварии. 14 августа около 12 часов ночи 22-летний водитель автомашины Toyota Camry 70, двигаясь со стороны поселка Новый в сторону улицы Сактаганбайшо, допустил наезд на ограждение, в результате чего допустило опрокидывание автомашины в правый кювет. В результате ДТП 21-летняя пассажирка была госпитализирована в БСМП. Департамент полиции Октябрьской области напоминает, если вы находитесь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, помните, что садясь за руль, вы представляете собой огромную угрозу для всех участников дорожного движения, для пассажиров, пешеходов, других водителей. Столь же важен запрет пользоваться за рулем сотовым телефоном. Водителя ничто не должно отвлекать от управления транспортным средством. Это особенно актуально в летнее время, когда активными участниками движения становятся велосипедисты, а на улицах много детей. В любую секунду телефон может стать косвенной причиной трагедии. Между тем, это еще одно распространенное нарушение. 1484 факта за 7 месяцев этого года. Еще одно из распространенных нарушений – выезд на встречную полосу. 1304 факта и проезд на запрещающий сигнал светофора. 1913 случаев. Вечером 16 августа на трассе «Октюбе» Болгарка-Шубар-Кудук водитель «Газели» выехал на встречку и столкнулся с «Тойотой Камри». Водитель легковушки погиб на месте, а четверо его пассажиров госпитализированы в центральную районную больницу Тимирского района. По данному факту начато досудебное расследование. Виновнику грозит до 7 лет лишения свободы. Только с начала года по области зарегистрировано 355 квартирных краж, а по городу – 384. Из них на сегодняшний день свыше 180 раскрыты. К примеру, 10 августа в городской отдел полиции обратилась 38-летняя местная жительница с заявлением о квартирной краже. Со слов женщины, воры проникли в дом через балкон. Пропажу «Октюбинка» обнаружила сразу. Добычей воришек стали золотые изделия на общую сумму 500 тысяч тенге. По данному факту, сотрудникам полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого. Но не только смертельными ДТП и кражами запомнится полицейский минувшая неделя. 14 августа полицейские прибыли по вызову от скорой помощи в одну из октябинских квартир. Позвонивший на 103 грозился свести счеты с жизнью. Полицейские, открыв входную дверь, увидели повешенного мужчину. Счет шел на секунды, действуя слаженно и оперативно, полицейские спасли жизнь человеку и трагедии удалось избежать. Причиной стремления расстаться с жизнью для мужчины послужили финансовые затруднения. Другой эмоциональной трагедии обернулась история в жилом массиве Баурластар-2. В ночь с 16 на 17 августа там загорелся один из домов. Дома была только бабушка, которая едва могла ходить самостоятельно. К счастью, пожилая жительница успела вовремя покинуть дом и в слезах смотрела на то, как горит жилище ее семьи. Других членов семьи дома на момент пожара не было. Они прибыли чуть позже и могли только беспомощно наблюдать за тем, как полыхают их многомиллионные вложения в новое, еще не до конца достроенное жилье. Полицейские прибыли на вызов до приезда пожарных в час 55 ночи и сразу начали отгонять подальше от места разбушевавшейся стихии любопытных зевак, которых в ту ночь собралось достаточно на доселе тихой улицы массива. Продолжение следует... Спустя считанные минуты на место вызова прибыли и пожарные в составе 15 человек и 5 единиц спецтехники. Огонь охватил площадь 120 квадратных метров, то есть весь жилой дом. По итогу жертв пострадавших нет. Пожар был ликвидирован в 2 часа 21 минуту. Причина возгорания устанавливается. Работа полицейского патруля на данном участке закончилась, и они вернулись в город, где ночь пыталась скрыть от них еще множество других происшествий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова